всем доброе утро мы только что проснулись имка тут у меня сказать еще по кровати пока что до ручкой помаши привет 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 давай спим девчонки вот под этими пледами махрушка они называются очень классно потому что сейчас жарко дома спать под толстым одеялом и вот мы спим под этими одеялками да ты тоже что ли под ними спишь да у него тоже вот такое не толстенькая одеялка но все равно под ним тоже жарко ему вот пижамки ему жарко и поэтому я тоже его укрываю вот этой голубенькой махрушкой после умываться и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки, ну что, в общем, я вернулась. Не знаю, как часто буду снимать, но пока что как-то вот так вот. Почему я пропала? Пропала я из-за своего здоровья. В общем, не знаю, что со мной происходит. И плюс, в общем, у меня все лицо обсыпало. Помните, я сначала говорила, что у меня была аллергия. Я так думала. Я сдала, в общем, анализы на аллергены. И у меня не показала никаких аллергенов. Говорят, что у меня никакой аллергии нет. Но что это было тогда, непонятно. Ездила к дерматологу буквально вот вчера. И она сказала то, что это у меня все гормональное. То, что я перестала кормить грудью. И вот в связи с этим, в общем, организм у меня стал перестраиваться. В общем, и все выходит на лицо. Вот. Сейчас тоже я вся обсыпанная. Но это уже, девочки, более-менее. Поэтому я стала снимать видео. Так я вообще не хотела ни снимать. Вообще, если честно, ни на что не было желания. Потому что, ну, не знаю, девчонки, наверное, все меня поймут, когда что-то связано с красотой. Особенно вот, допустим, как у меня это с лицом. Если бы было это где-то на теле, я бы, наверное, на это так внимания сильно не обращала. Как на лице. Потому что на лице у меня никогда не было никаких сильных высыпаний, угрей. У переходного возраста у меня такого прям не было, чтобы я обходила вся вот такая вот страшная. А тут просто так резко все это началось. И это длится уже полтора месяца. И я, в общем, устала от этого эмоционально. И себя накрутила, и переживала сильно. В общем, этот стресс такой. Плюс усталость, в общем, на мне все вот это вот вместе сыграло. И, в общем, я две недели, получается, то, что я не выпускала видео. Потому что девочки ничего не снимала. И ничего не делала. Вот. А вчера я более-менее успокоилась, когда вот съездила к герматологу. Она меня более-менее успокоила. В общем, она мне прописала обрабатывать свои вот эти прыщички, да, точечно наносить. Не прям все лицо умывать, а точно только вот именно где есть, да, высыпание. Наносить вот этот вот зеркалин. Сказала, что он хорошо очень помогает. Десять дней наносить, два раза в день. И потом где-то в течение месяца смотреть, что будет. Она говорит, что должно стать лучше. То есть, подожди, говорит, еще месяц, примерно организм восстанавливается, говорит, месяца три-три с половиной. У меня как бы прошло уже, ну, около двух месяцев, как вот это все вот у меня происходит. Вот. И немного надо держать диету. То есть, не кушать острого, жареного, соленого вроде бы. Вот такого, да, что может вызвать тоже аллергию. В общем, вот. Так что, девочки, вот, буду сейчас вот уже это наносить. В общем, напереживалась я. Проходила все эти анализы. Ничего, в общем, у меня толком не показывало. В общем, кровь нормальная. Сдавала на бактерии. У меня, в общем, показала одну бактерию хилобактер. Ну, как мне сказала терапевт, этот хилобактер есть у каждого человека в организме. Просто он у кого-то сильно выражается, и тогда его нужно, конечно же, лечить. А кто-то с ним живет всю жизнь и вообще не замечает, что он у него есть в организме. Вот. То есть, если бы были у меня какие-то спазмы в животе, постоянно бы болел живот, плюс пахло бы сильно изо рта. Да, вот это тоже есть такой признак. То это надо было бы точно лечить. И лечить надо в течение двух месяцев. А именно, в общем, пить антибиотики. Вот. Ну, естественно, когда будешь пить антибиотики, потом надо месяц где-то восстанавливать свой желудок. Вот. Будет надо лечить желудок. Так что, вот. Я решила пока этого не делать, потому что у меня нет никаких симптомов, да, насчет этой болезни. А если бы у меня болел живот, да, я, конечно же, пошла бы на гастроскопию, сделала бы гастроскопию туда. Ну, или так не хочется, я ни разу не делала. Там говорят, надо глотать трубку. Вот. И я бы сходила, если бы у меня были бы какие-то, не знаю, нарушения, да, в этом плане. Вот. Ой, девочки, вот этот вот, не знаю, спирт, наверное. Потому что, ну, блин, он вообще очень сильно пахнет спиртом. И прям глаза слезятся даже от него, когда наношу. Ну, в общем, девочки, получше стало у меня лицо. Потому что было намного хуже. Я, конечно же, никому не показывала с таким лицом. Вообще. Я еще ходила на работу. Вот вы представляете, да, я там работаю с людьми. У меня там и сотрудников сколько много. И плюс еще надо на кассу выходить, да, как бы людей обслуживать. Ну, я старалась большинство все на кухне быть. Ну, в общем, было мне некомфортно. Вообще ненавижу, когда что-то связано с лицом. У меня сразу вот нервы вот эти вот. Все раздражает. Просыпаюсь, смотрю на себя, думаю, господи, это что такое? В общем, вот так вот, девчонки. Я, извиняюсь, что долго не снимала. Я не исчезла. Я на ютубе. Ну, просто вот такое вот эмоциональное состояние было. Которое, ну, никак не хотелось вам показывать. И я бы не смогла ничего даже говорить на камеру. Просто вот именно такое эмоциональное состояние было. Наня! Да! Тимка тут у меня играет. Сидит, там вроде бы не видно, да? Со своими башмаками. Я не знаю, почему ему так нравятся липучки. Он, он вот сидит, открывает, закрывает свой башмак. Открывает, закрывает свой башмак. Да, сын? Ну? Да, да. Ага. Пойдем сейчас с ним завтракать. Потом надо волосы в порядок привести. Девчонки пушатся так сильно очень у меня. Вообще не знаю, что такое тоже с ними происходит. Ну, в общем, я собираюсь где-то, наверное, через недельку. Надо выкрасть время. Еще вот ужасно, времени не хватает просто. Надо, в общем, время найти и схожу, постригусь. В общем. Потому что вот эти вот концы, вот, все ужасные уже стали. И надо, конечно же, волосы приводить в порядок. Такая мохнатая вообще с утра. Но сейчас надо уложить более-менее, потом будут волосы. Ну, в общем, девочки, вот, не знаю, видно на камере или нет. Ну, вот, такое вот высыпание осталось. Но они начали сушиться у меня. Вот я вчера нанесла, получается, вечером. И вот сегодня тоже, да, вот, первый раз сейчас нанесла. И я сегодня проснулась, и я прям вижу, что они такие сухие стали. Нету беленьких, вот. Так что я надеюсь, что лучше все станет. Ох. И, девчонки, спасибо большое вам за поддержку. Кто у меня есть в Телеграме, так писали меня, поддерживали. Я написала, что я не смогу, да, в ближайшее время выпускать влоги. И, что потом все расскажу, потому что, ну, не хотелось ни с кем вообще делиться. Если честно, вот этой всей ситуацией, как-то, не знаю, в общем, вообще не хотела об этой ситуации ни с кем разговаривать. Вот. И поэтому спасибо большое, что вы меня там все поддержали. Сказали, что все наладится. Хотя вы даже не знали, да, в чем проблема. Но я сказала, что ничего страшного. Это вот, ну, просто, да, мое состояние здоровья, вот, на этом так сыграло. Вот. И спасибо вам большое. Еще девчонке надо патчи нанести, вот, потому что такие что-то, ой, я проснулась, у меня такие синяки. И вообще в последнее время просыпаюсь, либо я опухшая, либо вот такие вот синяки. Не знаю, либо это из-за стресса у меня так, либо не знаю что. В общем, то, что синяки сегодня вот таким образом нанесу. Вот, не знаю, то ли это от стресса, то ли это вообще, в общем, состояние организма. И сейчас вот, когда, думаю, вылечу то, что лицо, надо попить какие-то витамины. Надо найти только какие. Вот, сегодня решила так нанести толстой стороной, чтобы побольше был эффект. Вот, чтобы это и опухоль ушла немножко. Синька. Ну, сейчас пойдем кушать, готовить, давай. Вот, девчонки, кстати, подскажите, какие-то витамины вы пили или нет? Вот, после рождения, допустим, ребенка, чтобы вот организм восстановился. Я тут читала, какие можно попить. Да, да. Кто-то пьет комплевит сияние. То есть там полностью все и для волос, и для ногтей. Не знаю, может быть, его попить. Потому что, коктейл, кстати, пила одно время. Тоже у меня что-то с организмом было. В лет 20, наверное. Вот, волосы сильно вроде бы у меня сыпались. И я, в общем, его пила. Ну, вроде бы было нормально, не знаю. Сияет почему-то так. Так. Пошли, сын. Вот так вот он сидит здесь. И свои, в общем, эти ботики все открывает, закрывает. Вот эти липучки ему так нравятся. Да, сын? Зачем ты мне их даешь-то? Иди-ка, отнеси. Отнеси на место. Поставь в прихожую. Давай, на место отнеси. О, какой. А пульт кто сюда принес уже? А? Кто принес пульт? Ты? Давай, пойдем. Пойдем завтрак делать. Пошли. Пойдем. Девочки, мы научились ходить. Сами. На улице сам ходит. Конечно, немножко надо придерживать пока, что еще шатается. Но, в принципе, ходит. Также научился дома ходить. Он, если, допустим, муж садится в один конец комнаты, я в другой, он от нас вот так вот ходит. Но, чтобы сам, допустим, встать, да, там, или стоит и отцепиться от опоры, да, и идти, он так пока что не ходит. Вот. Сам почему-то еще боится. А вот так вот, если его ставишь и говоришь, иди, он начинает идти и сам идет, идет до конца, там, до меня или до какой-то опоры, где что увидит. Вот. Так что, в принципе, он научился ходить, но как-то непонятно. В общем, еще все равно боится. Почему боится, тоже не могу понять, вот. Ну, куда ты, куда? Туда не надо ходить. Зачем тебе туда? М? Пойдем. Пойдем сейчас завтрак делать, да, сын? Ну, вот. У нас сегодня солнце такое. Надо сейчас это убрать отсюда. Все высохло. Ну, как оно мне надоело, девочки. Я уж вам постоянно об этом говорю. Вот. У нас прям лето-лето уже начинается. Ну, конечно, ветерок еще холодный. Мы вот вчера ездили с Тимкой. Я его одела так легко, в общем. И даже нацепила потом шарфик. Потому что такой ветер, конечно, и задувает ужасно. Вот. А так уже тепло. Ой, девочки, надо за окна как-то тоже взяться, уборку сделать. Вот. Такая вот красотельная улица. Решила сразу же разобрать сушилку, чтобы она у меня здесь не стояла, не занимала места. Потому что вещи уже все высохли. Вообще, девчонки, сторона у нас солнечная. И где-то, наверное, до часов 12 у нас прям солнце такое. Очень в комнате жарко. Душно даже, я бы сказала. Поэтому вещи, в принципе, сушатся очень быстро. Тут я поставила вот так вот стульчики. И Тимку поставила смотреть в окно. Вообще, это сейчас его любимое занятие. Он обожает стоять на подоконнике, смотреть в окно. Ну, конечно, когда на подоконнике я его ставлю, я стою с ним, чтобы он не упал. А вот так вот я недавно стала ставить стульчики ему. И он стоит, держится за перегородку у стульчика. И вроде бы, как бы, он понимает, что, да, если он в какую-то сторону пойдет, то он может упасть. Поэтому он стоит спокойно, просто смотрит в окно. Вот не знаю почему, но ему очень понравилось. Я не знаю, что ему так интересно. Но, видимо, как-то уже, знаете, сообразительный становится. Вот, допустим, едет автобус, либо машина, он сразу же би-би-би-би-би там, бум-бум-бум, говорит. В общем, такой стал интересный. Конечно же, все уже понимает. А особенно, когда видит то, что собака идет, там, знаете, там столько возгласов, столько криков, смеется в голос. В общем, ему вообще очень нравятся собаки. Когда мы гуляем на улице, если собачка проходит где-то рядом, он сразу же начинает там за ней бежать, руку к ней тянуть. В общем, вот такой вот большой уже малыш и все понимает. Тут, девчонки, навела сразу же стакан себе воды. Я сразу же пью его с утра. Стараюсь себя, конечно же, приучить. Не скажу, что я прям постоянно это делаю, но стараюсь приучить себя стакан воды пить на голодный желудок. Так как, наверное, вы многие знаете то, что это хорошо и для похудения, и чтобы организм проснулся, и чтобы метаболизм, да, вот проходил намного быстрее. Поэтому я стараюсь вот так вот пить. Кстати, говорят то, что надо еще пить лимонную воду, то от этого еще намного лучше становится. Но я пока что цитрус не кушаю. Тимка вовсе уже старается у нас учиться кушать ложкой. Видимо, тоже смотрит на нас, ему это все интересно. Кашу у него получается кушать, но, конечно, супчик там, что-то жидкое, да, он пока что не может сам ложкой кушать, иначе это будет просто везде, на полу, везде будет все раскидано. Но вот так вот кашу я ему разрешаю. Да и вообще я ему разрешаю, чтобы он сам кушал, он сам ручками кушает, берет, да. Просто я где-то читала и слушала одного психолога, что ребенка нельзя ругать за то, что он раскидывает еду, за то, что он пытается взять ее рукой, покушать, да. Надо все это дело разрешать ребенку, иначе он будет очень долго учиться, потом самостоятельно кушать. То есть его придется очень долгое время как бы кормить самой. Но, конечно же, ребеночек должен быть самостоятельный. И тут, девчонки, я, кстати, наблюдала. Я сначала вообще этого не заметила, когда я делала уборку, а потом, когда уже начала монтировать, я заметила такой момент, что Тимка сам по себе где-то играл. Он очень мало сейчас присутствует у меня в кадрах, особенно когда, допустим, заправляю постель и так далее. Но когда я ухожу на кухню, он, конечно же, за мной бежит все равно. Но если я нахожусь в комнате и занимаюсь какими-то делами, он ко мне совершенно не подходит. Он играет сам, что-то там, не знаю, сам делает со своими игрушками, в общем, ко мне вообще не подходил. И я так удивилась, кстати, все-таки малыш растет. Вот, ему интересно самому, да, где-то что-то во что-то поиграть. Ему уже не интересно со мной везде ходить. А раньше он просто присутствовал при каждом моем действии. Я помню, когда я монтировала, ну, просто везде был Тимка. Он везде был со мной, как маленький хвостик. Если я заправляла кровать, он стоял около кровати и смотрел, как я заправляю. В общем, вот так интересно было понаблюдать. А сейчас он сам по себе играет. И, в общем, так смотрела за ним тоже, пока монтировала. Ну и пока я тут болтала, в общем, я сделала такую небольшую уборочку в комнате. Нужно было мне поменять постельное белье. Также везде протерла пыль, ну, как вы и все видели. И перехожу на кухню. Нужно помыть, конечно же, посуду. В общем, знаете, такую провожу ежедневную мою утреннюю уборку, которая у меня есть практически всегда. Так, девчонки, сейчас буду волосы, в общем, приводить в порядок. Это такой вообще кипиш на голове. Сейчас буду делать. Знаю, Тимка даст, мне не даст. Сделать нормально волосы. Ползает тут со мной. Сейчас надо утюжок включить. Да? Так, девчонки, блин, сломался. У меня, в общем, штатив. Ну, я как-то уже говорила в одном видео. Мне потом муж его немножко подкрутил. И было более-менее. Но вот этот вот держатель, он все равно толком не держит телефон. Он наклоняется. Плюс сам штатив тоже еще внизу. Он тоже у меня не крепится, получается. Я его затянула, в общем, тканью. Он как-то держался-держался, но сейчас тоже наклоняется. В общем, вообще дурдом. Надо его этот заменить, тоже купить что-ли другой. Не знаю. Нужен он мне, не нужен. Снимать, не снимать. Просто у девчонки вообще задумалась о том, что, возможно, вообще не надо снимать мне. Потому что, ну, как-то, не знаю, бессмысленно, что ли, все это выходит. Канал у меня не продвигается. Просмотров у меня толком нету. Ютуб меня не продвигает. Некоторые ролики, бывает, продвигают. Они у меня так, хоп, скакнут, да, по просмотрам. Но это очень плохо. По статистике Ютуба это очень плохо. Либо надо, чтобы оптимально, постоянно смотрела определенное количество подписчиков, да. Ну, допустим, там, не знаю, вот как у меня 1400, там, с чем-то, да, у меня подписчиков. Ну, хотя бы половина смотрит, но смотрит каждое видео, вот. А у меня, получается, у меня то 1000, то 700, то 500 вообще может быть просмотров. То, хоп, там, 2500. Бывает так, взлетит, да, видео. И, в общем, это очень плохо для канала, для статистики. Это очень плохо такие взлеты и падения. И, в общем, Ютуб потом вообще перестает рекомендовать. А сейчас, когда отключили у русских блогеров рекламу, Ютуб вообще перестал рекомендовать каналы. Вот. Ну, по крайней мере, я так на себе заметила, что у меня до того момента, как отключили, в общем, рекламу, да, у российских блогеров. У меня более-менее были просмотры, более-менее, в общем, шло-шло-шло. Даже вообще я обалдела, что у меня постоянно каждый ролик там по 1500 набирал. Я видела, что Ютуб меня очень хорошо рекомендует другим зрителям, новым зрителям. А, в общем, пока, когда рекламу отменили, все, и просмотры закончились, и кто подписывается на меня, тоже не смотрит. Для меня вот тоже так интересно. Если подписываетесь, надо же смотреть, получается. Вот если я на кого подписана, я того и буду смотреть. У меня нет таких каналов вообще в подписках, которых я не смотрю. Я смотрю, стараюсь каждый ролик смотреть. Но если я не смотрю каждый ролик, ну, я смотрю самый последний обязательно. Вот, ну, кто часто снимает. А кто снимает и так редко, да, там, два дня в неделю, либо там, один раз в неделю, то я, конечно же, получается, смотрю каждое видео. Вот. А как-то люди, не знаю, подписываются, но потом по итогу не смотрят. Вот. Вот это тоже очень плохо, когда свои подписчики, в общем, не смотрят видео. Вот. Это очень плохо играет на росте канала. И поэтому я тут задумалась, что как-то все это бессмысленно. Так, сейчас достану, девчонки. Так, у меня есть вот такая вот термозащита от Нивея. Она, кстати, мне очень нравится. Очень вкусно волосы пахнут от нее. Прям вообще обожаю. Ну, чтобы вот выпрямлять, всегда ее наношу. Волосы такие, девчонки, смотрите, длинные. У меня уже стали совсем... Я с такими длинными, не знаю, в детстве, наверное, ходила. И то, скорее всего, постригалась. Ну, я не помню. Но вроде бы у меня в детстве такие один раз длинные были. А так... Вообще с такими длинными я вообще, девчонки, не ходила. И у меня там машинка так шумеет. Кстати, так шуметь она начала до последнего времени. Ужасно просто. Так, а куда я крышку делала? А, сыночка? Куда я крышку положила? А, все. Так что вот, девчонки, я, в общем, думаю, как быть, что делать мне с этим каналом. Вот. Почему говорю, что бессмысленно, да? Потому что, ну, канал не растет. Ничего не происходит. В общем, да, все равно все знаете, да, что мы приходим зарабатывать, да, на YouTube. А, конечно же, там надо зарабатывать с просмотрами. А сейчас совершенно никто не зарабатывает, да, из российских блогеров. Да, я и раньше не зарабатывала. У меня там какие-то центы немножко были и капали, и все. Потому что рассмотры маленькие. Вот. И как бы тратить свое время, вот, наверное, впустую. Можно так, да, наверное, это назвать. Мне, в общем, не очень хочется. Сейчас. Ну, как бы я пока еще в раздумьях. Если честно, да, у меня первый раз так, что я задумалась о том, что я все это делаю бессмысленно. Раньше я как-то говорила себе, нет, да ты что, да у тебя все получится, да, вот, немножко же просмотры растут, люди к тебе привыкают. Знаете, как-то себя уговаривала, что ли, можно так сказать. А я вот когда сейчас вот не снимала две недели, как-то я пришла вот к такому мнению, что мне кажется, это все бессмысленно происходит. Ну, лично на моем канале. Если бы было у меня стабильно, да, хотя бы там, тысяча просмотров на каждом видео. Стабильно. Ну, ладно, 800, пусть будет 800. Стабильно. То есть постоянно. А у меня вот такие вот скачки, 500, 700, 800, тысяча, полторы, две. Вот такие скачки я не хочу, мне это не нравится. То есть меня не смотрят люди постоянно. Хотя я снимаю сейчас не через день. Я раньше как бы, знаете, как еще думала, то, что я снимаю очень часто, и люди не успевают меня смотреть. Когда я начала снимать намного реже, осталось все так же. Вот. Тоже просмотры скачут, подписчики не смотрят. Я же там могу посмотреть, кто смотрит с подпиской, кто без подписки. Вот. Там всегда 50 на 50, если честно. Ну, то есть 50% как бы, вроде бы, моих подписчиков смотрят, да, мое видео. Ну, в общем, не знаю, девочки. Либо это у меня такое вот состояние еще, то, что я из-за болезни вот, да, восстановиться не могу. Как-то из себя вот накручивала, стрессовала сильно. Может быть, из-за этого, не знаю. Может быть, у меня еще мнение поменяется. Не знаю, девчонки. Ну, а так, я очень люблю снимать. Я очень люблю вообще, не знаю, мне нравится. Вот что-что, но мне нравится. Вот даже муж мне говорит, по тебе, говорит, заметно. Ты, говорит, давно уже все бросила. Потому что я такая, да, если мне нравится, я буду. Если мне что-то там не понравится, разонравится, я перестану и ничего делать не буду. И муж мне тоже говорит, похоже, что тебя YouTube захватил, и тебе нравится снимать. Вот. Да, нравится, но... Не знаю, в общем, девочки, как быть, что делать с этим каналом. Ну, я отдохнула. Если честно, от съемок, вот знаете, как-то немножко отдохнула. Ох, надоели мне эти маленькие волосы. Они у меня торчат в разные стороны. Просто узк какой-то. Так, я сейчас еще маслицем своим любимым сделаю. Нравится мне это масло фруктис. Классное масло. Ну, я делаю вот на кончике, потому что они у меня очень сильно пушатся. Вот. И в разные стороны. Да. Да. Да, сын. Осторожно. Ты что? Тукнулся. Сейчас мы с тобой пойдем, да? В общем, пойду с Тимкой уже буду играть, заниматься. А то он все ждет, ждет меня. А я никак не закончу, скажи, да, сын? Мы, в общем, собрались на прогулку с Тимкой. Он у меня проснулся. Сейчас я его покормила. Вообще, думала, что мы уже не выйдем, наверное, сегодня на прогулку, потому что у нас шел дождик. Но, вроде бы, смотрю, и посветлела погода. Не стало так пасмурно. И дождик, вроде бы, закончился. В общем, решила все-таки выйти, потому что надо, конечно же, гулять. Да, сына? Тимка? Пойдем с коляской, потому что нам еще надо в магазин зайти сегодня. Я думала, у нас папа зайдет в магазин, но сегодня ждет проверку. Должна прийти проверка, поэтому он, наверное, сегодня будет поздно. Поэтому придется нам самим сходить. Да, Тим? Ну, не грязи, не грязи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девчонки, вернулись мы домой. В общем, на улице так холодно. После дождика, конечно, ветер такой. В общем, очень холодно. И на площадке там негде просто лазить, потому что все сырое. Мы с ним немножко-немножко там поиграли. В общем, походили. Покачала я его чуть-чуть. Наверное, на карусельке. И все, в общем, сходили с ним сейчас в магазин и пришли домой. Не знаю, вроде, девочке лицо получше становится. Смотрю. Хуже не становится, в общем, слава богу. И это хотя бы радует. Что ты тут делаешь? Немножечко покупочек покажу. В общем, решила купить себе серый хлеб, мужу белый хлеб. Потому что я люблю, вообще, девчонки, так-то серый хлеб. Но мы почему-то в последнее время редко его брали. А тут муж, в общем, взял один раз. И я опять вспомнила этот вкус хлеба. И, в общем, решила кушать его. Белый не буду. Также, девчонки, взяла вот такие вот хлопья. Я как-то уже один раз брала и вам показывала. Брала я двоечку. Там был средний размер. Они такие крупненькие были достаточно для Тимки. И, в общем, я решила попробовать вот мелкий размер взять. Не знаю, как будет. Потому что опять нордик нету в пятерочке. Это только надо идти уже в перекресток. Также, девчонки, в общем, решила я взять авокадо. Вот такие вот хлебцы. И вот такой вот творожный сыр с зеленью. Хохохланд. Мне он очень нравится. Я раньше всегда его покупала. И всегда кушала вот именно вот так вот. Вот таким вот образом. Почему решила взять? Не то, чтобы я прям худею-худею. Нет. Я просто хочу, чтобы у меня перекус был правильный. Потому что, девчонки, если я делаю перекус какой-нибудь, я могу поесть печеньки с чаем. Вот так вот какой-нибудь бутерброд. А вот такой перекус, это прям самое то и полезно, и вкусно. В общем, поэтому решила, в общем, взять, опять возобновить вот такой вот перекус. Также решила взять, попробовать вот такой вот плавленый сыр. Это муж у меня любит кушать по утрам с бутербродами. Быстренько он пьет чай. Обычно беру Хохланд, либо Виола, но их не было. И поэтому решила попробовать вот такой. Не знаю, вкусный, невкусный. Потом посмотрим. Также взяла, как всегда, яички. Вот такие вот мы берем лето. Взяла себе творог. Давно творог тоже не кушала. Я думала, что у меня аллергия, и молочная ничего не ела. Поэтому надо начинать потихоньку. В общем, взяла два творожка. Также Тимке взяла разненькие творожки. Вот такие вот огуша. Взяла вот такой вот ему сок грушевый. Вообще, раньше брала маленький. Было очень удобно. А сейчас, девчонки, я посмотрела, сколько стоят маленькие соки. Думаю, да ну, лучше взять большой. Потому что вот большой стоит 76, и здесь 0,5 литра. А в тех там 200 миллилитров идет, и 46 рублей стоит. А вот этот 76 стоит. Поэтому решила взять его. Также, девчонки, захотелось мне кисель. Вот такой кисель взяла малиновый. Это Тимкины кукурузные палочки лежат. Он уже половину съел, пока мы пришли домой. Ватные палочки взяла. Туалетную бумагу такую небольшую взяла. Там 4 штучки. И бананы. И вот все, в принципе. Вот это только я взяла, сходила. Да, сын? Да? Он еще выпрашивает у меня кукурузные палочки. А уже половину съел. Я тебе сейчас кексики буду готовить, сын. Не надо уже кукурузные, ладно? В общем, сейчас кексики буду ему делать. Поставила, вот сварила я тыкву перед тем, как уйти на улицу. И сейчас буду делать ему кексики. Да, сын? Так, девчонки, вот такая вот смесь получается. Здесь тыква у меня, один банан, одно яйцо. И, наверное, ложки 4 муки. Вот такое вот. И не жидкое, и не слишком густое получается. Вот такое вот тесто. И сейчас буду выкладывать по формочкам. И все. Потом буду уже запекать в духовке. Я запекаю, наверное, девчонки, где-то минут 35, наверное. И при температуре 180. Но тут, наверное, надо смотреть по своей духовке. Вот, потому что у кого-то быстрее печется, да, выпечка, у кого-то нет. Вот, так что вот такие вот кексики я ему делаю постоянно и кушаю. Я тоже, кстати, их ем, потому что они вкусненькие такие получаются. Еще пробовала с яблоком. Вместо банана яблоко туда, в общем, добавляла. Делала просто тыквенные. Кстати, просто тыквенные. Они прям вообще сладкие-сладкие получаются, даже без сахара. Так что, вот, девчонки. Ага, он тут у меня пьет йогурт. Взяла ему недавно. Сейчас вот поила. Он пьет и вот из трубочки почему-то. Вот так вот просто из бутылочки еще пока не может. Пробовала ему давать. Весь обливается сразу же. Так что пока что из трубочки. Ага, ага. Твои кексики. Ты знаешь, да, как вкусно. Да, знаешь, как вкусно получается. Вообще любит он их кушать. И творожные любят очень кушать. Вот, сегодня решила тыквенные сделать. Девчонки решила выпить кофе. Так болит голова ужасно вообще. В общем, выпью кофе сейчас. Добавлю туда вот сгущенку немного. Потому что обычное черное я пить не могу. Вот вообще не могу. Хоть сколько сахара не добавляю. Я черное не люблю пить. В общем. Либо капучино пью. Вот такой вот кофе с молоком. Так что решила сгущенку в общем добавить. А молока у меня нету. И в общем взяла еще один сочник. Он у меня был. В общем лежал. И я вот вспомнила про него. Сегодня надо доесть. А потом будет нормальный перекус. Завтрашнего дня. Ну, чего ты? Чего ты? Сейчас тебе кексики сделаются. Ты тоже будешь. Он уже так наелся этих кукурузных палочек. Сейчас не знаю, будет кушать, не будет. Нормально. Дуда? А я сейчас буду пить кофе. Солнышко опять у нас появилось под вечер. Вот. Но все равно вон какая туча. Скорее всего опять дождик ливанет. Так вот. Уже более-менее сухо стало. Но, наверное, опять дождик будет, девчонки. Девчонки, ну и на сегодня я уже, наверное, с вами попрощаюсь. Всем вам большое спасибо. И до скорой встречи. Всем пока-пока.